Как вы отмечаете 9 мая? 9 мая, я, насколько себя помню, и в социальных сетях это отображал, я стараюсь смотреть парад. Это всегда очень, знаете, такая эмоция неподдельная, честная, чистая, учитывая вообще свои корни, что-то возникает, какой-то резонанс обязательно возникает. И мы созваниваемся в этот день. Я обычно в этот день бываю на концертах, и на Красной площади был неоднократно. И мои друзья, подруги смотрят выступления, это обычно бывал прямой эфир. И мы созваниваемся постоянно, ты смотришь, ты смотришь, ты смотришь. То есть это вот так все происходит. Что бы вы написали письмо солдату в 1945 году? Вот так вот, прям, вот так вот, да? Сразу такой вопрос. Я бы сказал, что спасибо все то, что происходит сейчас у вас и с вами, это не зря, потому что впереди много десятилетий, достаточно много десятилетий мира, спокойствия, в которых мы с вами получали образование, в которых мы с вами чувствовали себя спокойно, в которых мы с вами могли радоваться жизни. Вот так просто звучит счастье, да. Как, на ваш взгляд, нужно помогать людям, подарившим нам мир? Мне кажется, самое главное, вообще самое главное, и самое, наверное, необходимое, это помнить. Это помнить, прежде всего. А если помнишь, то мысли обязательно материализуются в какие-то поступки, надо обязательно как-то об этом думать, не забывать. Поздравьте, пожалуйста, всех с праздником. Я поздравляю всех вас и нас с праздником Великой Победы, с 9 мая. Это невероятно, что мы с вами можем сегодня чувствовать себя людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!